здравствуйте люди добрые вы находитесь на канале голос правды с вами его ведущий олег бурылов сегодня хочу поделиться с вами своими мыслями о деле рядового рамиля шамсудинова ну во первых хочется еще раз сказать что министерство обороны органы следствия органы дознания средства массовой информации всячески замалчивают это дело не делятся с нами никакой информации дело засекречено мы не знаем практически ничего из того что нам известно мы знаем что в части происходили изнасилования коррупция дедовщина избиение солдат унижение хочется обратиться во первых министру обороны сергею шойгу вот это мое личное мнение хотите соглашайтесь хотите нет может быть у вас другое мнение но я считаю вот если бы я был министром обороны чтобы я сделал во первых я бы расформировал эту часть я бы сжег это знамя так как она навеки опозорена солдат и офицер когда видит знамя он должен испытывать прилив боевого духа ничего кроме уныние презрение это знамя у солдата офицера вызвать не может поэтому его надо уничтожить далее всех офицеров части я считаю надо уволить всех командира части его заместителя по воспитательной работе разжаловать в рядовые и отправить дисциплинарный батальон на один год заслуживать я думаю это будет показательный пример всем офицером вернее не офицером а тем кто издевается над солдатами это не офицеры это уроды моральные далее я считаю что сергею шойгу как министру обороны и его заместителю генералу карта полову по воспитательной части заместителю обратите внимание надо немедленно подавать в отставку причем они должны еще перед этим извиниться перед всем российским народом перед всей армией мы не справляемся извините нас пусть придут другие люди мы не мы не можем справиться с дедовщиной с унижениями избиениями солдат с коррупцией далее я не верю справедливый суд над рамилем шамсудиновым да и вообще в справедливый суд я не верю в россии 99 99 целых шестьдесят четыре сотых по статистике 99 целых шестьдесят четыре сотых уголовных дел являются обвинительными пригол при оправдательных приговоров менее процента надеяться на оправдательный приговор этом это надо быть сумасшедшим человеком такого не будет в россии я объясню почему так происходит демократических странах есть три ветви власти законодательная судебная исполнительная у нас в россии все три власти срослись в единое целое они подчиняются исполнительной власти во главе сами знаете с кем не буду озвучивать вы сами знаете кто всем заправляет в россии судебная власть и законодательная они должны быть самостоятельными этого мы в россии не видим поэтому надеяться на оправдательный приговор для рамиля я не надеюсь надо проиграть будет первое дело в суде в районном потом в областном потом верховном и потом уже подавать европейский суд по правам человека находящийся в городе страсбург это единственный выход я уверен что он оправдает рамиля а как вообще можно винить человека солдата ему доверено оружие в руки если он даже себя не может защитить но вините снайперов тогда которые на войне уничтожают врага по 100 по 200 человек заклеймите их позором скажите что это убийцы это не убийцы это человек останавливающий врага а люди которые терроризируют солдат которые их пытаются изнасиловать это враги всего человечества всего человечества вы задумайтесь возможно сейчас ваши отцы ваши братья ваши сыновья внуки служат в армии или готовятся служить в армии как им сейчас служить хочется обратиться к отцу рамиля шамсудинова знаю только его имя уважаемый салим шамсудинов хочется поблагодарить вас за вашего сына что вы вырастили честного справедливого благородного здравомыслящего человека у вас вырастили его один без жены большое вам спасибо за рамиля еще раз повторяю с рамилем я пошел бы и в разведку и в бой куда угодно хочется обратиться к судьям которые будут судить рамиля уважаемые судьи товарищи судьи я готов поручиться за рамиля шамсудинова я считаю что он не опасен для общества его можно выпить выпустить из тюрьмы в любой момент если он совершит новое уголовное преступление я готов вместе с ним понести то наказание которое вы посчитаете необходимым но я уверен что он не опасен для общества я уверен в этом я искренне говорю вам я готов поручиться за рамиля шамсудинова готов поручиться своей личной свободой я уверен в нем хочется обратиться к рамилю лично если адвокаты или люди передадут рамилю буду очень благодарен дорогой рамиль несмотря на все что произошло в моих глазах ты герой и в глазах многих жителей не только россии всего мира ты герой ты защитил себя ты настоящий мужчина ты настоящий воин спасибо что есть такие как ты если в россии есть такие люди как ты я уверен что для россии не все потеряно у нас есть будущее несмотря ни на что спасибо всем за внимание подписывайтесь на канал ставьте лайки или дизлайки если вам не понравилось видео комментируйте не интересно ваше мнение с вами был олег бурилов